Трагедия в Дербенте. При проведении работ в канализационном коллекторе погибли трое сотрудников муниципального унитарного предприятия «Очистные сооружения». В мэрии Махачкалы обсудили готовность города к осенне-зимнему периоду. Он проповедовал идеи мира, единства и согласия. В Махачкале прошел предпоказ документального фильма «Батюшка» о погибшем при теракте священнике Николая Котельникове. День нравственности в ДГПУ. Представители муфтията и Миннаца провели просветительскую беседу и исламскую викторину с будущими преподавателями. Победителям вручили призы. Три работника Дербентских очистных сооружений погибли во время проведения производственных работ на улице Прибрежная. Как выяснилось, один из работников спустился в канализацию, чтобы закрыть затвор. Он долгое время не возвращался и на помощь к нему отправился второй, после чего к ним спустился водитель. Оказалось, что все три сотрудника потеряли сознание и скончались на месте от накопившегося в коллекторе ядовитого газа. «В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдения требований безопасности при проведении работы охраны труда и нового законодательства. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования, поставленных на контроль под результаты профессиональных проверок по данному факту». Махачкала на 85% готова к предстоящему осенне-зимнему периоду. Об этом сообщили в мэрии столицы. По данным муниципальных властей, отставание связано с медленными темпами замены изношенных инженерных сетей, за что отвечают ресурсоснабжающие организации. «Мы говорим о готовности объектов электроснабжения в зиму. Также будем раскачиваться на целую зиму. А зимой тепло от вас зависит, зимой горячая вода от вас зависит. Это не должно быть. Сегодня погода торопит нас, время торопит нас, у нас времени нет. У вас сегодня собираем хорошие деньги, у вас хорошие сейчас. Все практически хорошие тарифы на уровне. Вы просто возьмите на себя ответственность и сделайте». Одной из наиболее проблемных сфер остается ЖКХ. За сентябрь в городскую администрацию поступило около 11 тысяч жралоб на качество коммунальных сетей. «К сожалению, у нас где-то отстает наше дорожное покрытие. Мы работаем плотно с вашей матерью, работаем с ЖКХ. Это тот момент, в котором мы отстаем, мы признаем. Но это не то, что… Это доставляет на удобство нашим горожанам, но это не будет влиять на качество. У нас в этом году, да, возникают проблемы с подрядчиками. Мы первый год зашли в Махачкалу, работает около 40 фирм. Не все являются добросовестными». Как отметили в администрации города, на данный момент все многоквартирные дома Махачкалы уже получили паспорта готовности к предстоящему сезону. Именно в этом доме живет та самая бабушка, которая подверглась жестокому обращению со стороны своей сиделки Зои Исаевой. «Как вы себя чувствуете?» «Как твои дела?» «Хорошо, вас как?» «Нормально. Я нехорошо». Лейла сейчас чувствует себя хорошо, только потому, что не помнит, что произошло шесть дней назад. Окружающей ее ласковно звать тетей Ляли, и после инсульта пожилая женщина ведет себя словно ребенок. «Ну, у нее провалы в памяти. Она даже сейчас не помнит, что с ней произошло. Честно сказать». Крики о помощи в тот день услышала Хаджи Адзукуева. Соседка на момент происшествия была дома и решила узнать, в чем дело. Но дверь так и не открыли. Уже позже, зайдя в квартиру, она обнаружила пожилую женщину на кровати, облитую водой. «Здесь я ее нашла на кровати. Она мокрая была, лежала на кровати. И вот она здесь тоже сиделка находилась. Это все происходило с кухни сюда, по камерам даже. Руслан – сын пострадавший, работает кремлевским портным. Некоторое время он с братом ухаживал за матерью. Но потом пришлось нанять помощницу Зои Исаеву. Весной она уволилась и на ее место взяли другую. Однако позже Зоя пришлось подменить свою коллегу. Заметив у матери синяки, Руслан установил дома камеру. Каждую неделю приезжал, значит, с Москвы наведывать маму. И когда я приезжал, я смотрел на руки, на ноги, смотрю в синяках. Я ее начал спрашивать. Зоя, я говорю, в чем дело, почему такие синяки на руках, на ногах, на бедрах? Она говорит, что ты хочешь? Женщина, говорит, старая. Косяки, об кровать стукой, вот тебе и синяки. Я ей сказал, значит, Зоя, ты не обижайся, я буду ставить камеры. Она говорит, ну ставь, как хочешь, это твое дело, короче, это самое. Ну, как бы, никакое самое не проявило, ни напуганности, ни там, ну вот так вот. О самом Руслане все соседи отзываются положительно. Их семью называют благополучной. Очень даже порядочная семья. И тетя Ляля очень золотая женщина. Таких сыновей, я ей говорю, у всех были бы такие сыновья. Искать еще надо таких сыновей, как у нее. Какие они заботливые сыновья. После инсульта ровно год младший сын за ней ухаживал. Даже два года он был. Да, ухаживал за матерью. Уже в связи с обстоятельствами, с работой, ему пришлось уехать и наняли уже сиделку. А вообще у нее только двое сыновей, да? Да, два сына у нее. Они не здесь живут? Нет, они оба в Москве. Они так хорошо обеспечивают? Здоровью Лейлы ничего не угрожает. Сейчас она чувствует себя хорошо и с нетерпением ждет приезда сына. Тамара Самедова, Мухтар Курахмаев, Магомед Магомедов. Новости ННТ, Махачкала. Махачкали в театре поэзии презентовали фильм, посвященный памяти погибшего в результате теракта в Дербенте священника Николая Котельникова. А он, так говорите, практически не мог так немножко, так махнул рукой и смеется. Он в моей жизни был таким человеком, каким он был. Я не общаюсь. Он был человек мира, который объединял вокруг себя людей. Это я говорю со слов тех людей, которые приходили, которые мне соболезновали. А вот то, что люди говорят, до сих пор вот они приходят, мне соболезную. Вот и все говорят, что он был очень светлый человек. Автор картины, журналист Лиана Парчуева в своем фильме рассказала о вкладе отца Николая в развитие культурных ценностей и добрососедских отношений не только в Дербенте, но и в Дагестане в целом. Он человек, который всегда говорил, нам нечего делить. У нас все общее. У нас общее солнце, общая земля. И мы постарались в нашем фильме передать именно его слова, его ценности. И мы надеемся, что он станет тем небольшим вкладом, который поможет сохранить и распространять его идеи дальше. Фильм «Батюшка» стал не только данью памяти священнику, но и напоминанием о важности единства среди представителей разных национальностей и конфессий в нашей стране. То, что с ним произошло, ну, может быть, те люди, которые вот это делали, может быть, они думали, что это разъединит нас в Дербенте, в Дагестане вообще, потому что национальностей там много, может быть, думали, что разъединит, а на самом деле это показало, что это нас только объединило, потому что пришли все. Поэтому я считаю, что вот этот случай, он показал нам, что нас это вообще в Дагестане только объединило, не разъединило, а объединило. Фильм «Память о человеке», который прикладывал все усилия для сохранения мира и согласия в регионе, доступен в видеохостинге «Рутуб». Он призван сохранить в дагестанском обществе память о трагической странице в нашей истории, чтобы не допустить ее повторения. Басира Алишаева, Магомед Магомедов, новости ННТ Махачкала. В Дагестане выявили 325 нарушений в сфере ветеринарии при содержании мелкого рогатого скота. В ходе проверок, проведенных Россельхознадзором, было обнаружено отсутствие дезинфекции и ограждений территорий ферм. Отсутствие ветеринарных документов на корма и фантомные площадки. В результате проверок выписано 37 предписаний, одно предостережение, составлено 80 протоколов об административном правонарушении. Данные нарушения несут риск распространения болезней, опасных не только для сельского хозяйства животных, но и для человека. Кроме того, в ходе проверок выявлено 11 фантомных площадок, неосуществующих содержание, разведение и убой мелкого рогатого скота. В связи с чем материалы внеплановых проверок направлены в МВД Парисулыка, Дагестан. Опасную лестницу канала имени Октябрьской революции демонтировали. По словам жителей проспекта Имама Шамиля, конструкция была установлена без соблюдения норм безопасности и представляла угрозу для пешеходов и транспорта. Как сообщили в управлении Дагмиля Водхоза, лестница была установлена для нужд сотрудников близлежащего рынка и жителей района. Мы совместно с властями города разрабатываем проект благоустройства данной территории города. В ближайшее время мы будем освобождать от несанкционированных торговых объектов данную территорию. Проект благоустройства предусматривает расположение на нем пешеходно-прогулочных зон, детской площадки, возможно, с элементами какой-то малой коммерческой деятельности. И после того, как данный проект пройдет все необходимые этапы, мы уже, наверное, приступим к работе. В Дагестанском государственном педагогическом университете прошел День нравственности. Приглашенным гостем стал председатель Совета имамов города Махачкалы Абдулла Ахалов. В мероприятии также приняли участие представители Министерства по национальной политике и делам религии республики и отдела просвещения Муфтията Дагестана. Со студентами была проведена содержательная просветительская беседа, и мы рассказали о негативных явлениях современного мира, которых стоит опасаться, о значимости обладания благими качествами характера и о важности быть полезным для общества. «Не из нас тот, кто не проявляет милосердия к младшим и не понимает, не знает о достоинстве того, кто постарше нас. Комментируя этот хадис, ученые говорят, постарше – это по знаниям и по возрасту». В рамках встречи гости прочитали аяты Корана, амнашиды, а также провели исламскую викторину, победителям которой вручили призы. По завершении все присутствующие сделали коллективное дуа. Дагестанские штангисты завоевали две медали молодежного первенства страны в Анапе. Золотом отметился ислам Абакаров. Хасавертовцу не было равных в категории до 55 килограмм. Воспитанник тренера Мансура Эль Мурзаева в сумме двоеборья набрал 211 килограмм и тем самым выполнил норматив мастера спорта России. Его партнер по команде Бувайсар Белиев занял третье место в весе до 67 килограмм. Результат спортсмена в сумме двоеборья – 245 килограмм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова